Всем привет, ребята! Все мы знаем, что скоро знаменитая компания ZTE представит нереально крутой смартфон, а именно Axon 25G. Он станет первый коммерческий смартфон с подэкранной фронтальной камерой. На данный момент гаджет все больше и больше интересен покупателям. И сегодня даже сам производитель поделился подробностями, связанными с разработкой Axon 25G, чтобы расставить все точки. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, ребята, мы узнали, что технология размещения камеры под дисплеем с технической точки зрения, конечно же, сложна. Все производители давно бы внедрили эту технологию в свои флагманы, но, увы, не так все просто. А вот сам, ребята, процесс изготовления подобных модулей очень дорог. Подумайте только, компания потратила 20 месяцев на исследования и разработки. Только потом флагман Axon 25G стал готов к серийному производству. То есть, будем надеяться, что производитель сделал все на высшем уровне. Но, как мы знаем, разработки такой камеры ведутся уже очень давно. Первой компанией стала OPA. Тогда она заявила всему миру, что разработка смартфона с фронтальной камерой, которая была бы спрятана под дисплеем, это очень тернистый и извилистый путь. Компания также уверяла всех, что потратила много времени и сил. И у первых устройств с подэкранной камерой не стоит ждать высокого качества изображений. А на улучшение технологии уйдут годы, а то и более. Ну что же, ребята, это заявление компании OPA. Но эти трудности для компании ZTE нипочем. Они провели множественные тесты камеры Axon 25G. И она показала себя только с наилучшей стороны. И все, кто занимался разработкой подэкранной фронтальной камерой, удовлетворены качеством. На данный момент про сам смартфон известно немало. А именно, сердцем смартфона выступает мощный, энергоэффективный процессор Snapdragon 765G. Экран гаджета будет немаленький на 6,92 дюйма. Известно также, что главный сенсор основной камеры будет установлен на 64 мегапикселя. А вот емкость аккумуляторной батареи составляет 4120 мАч. Презентация первого в мире смартфона с подэкранной камерой пройдет уже 1 сентября 2020 года. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания ZTE всегда выпускает очень и очень интересные смартфоны. Как мы видим, самая главная фишка, это, конечно же, подэкранная фронтальная камера. Нужна ли она? На мой взгляд, ребята, нет. Можно внедрить отверстие и вуаля. Все идеально, все красиво. Но все же, технологии не стоят на месте и ZTE первое, что большой-большой плюс. Потому что компания Samsung не выпустила, компания Xiaomi не выпустила, Apple не выпустила. А, пожалуйста, ZTE внедрилась, самая первая в мире. И все-таки ей за это очень большой респект. А сам смартфон получится очень-очень интересный. Потому что он, во-первых, он выглядит классически. Во-вторых, есть какая-то фишечка. А, в-третьих, он достаточно мощный. А цена, ребята, на мой взгляд, не будет высока. Потому что это компания ZTE. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok